срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте на связи федор васильев а в этом видео вы увидите небольшой обзор хостинга кто за мной давно уже наблюдает знает что уже достаточно много я обозревал разных хостингов почему сейчас я записываю это видео из-за ситуации в мире который сейчас у нас происходит если вы давно не заходили на свой сайт обратите сейчас на него внимание возможно он недоступен то есть если вы ранее использовали хостинг где-то за границей даже если сейчас сайты работают есть вероятность что ваши сайты просто перестанут работать как раз сейчас я думаю самое время позаботиться о том и перенести сайт именно на русский хостинг именно физическое расположение серверов чтобы были в россии таким образом на ваши сайты не будут влиять некие санкции и ваши сайты будут доступны расположение ваших сайтов на хостинге в россии дает как минимум еще два преимущества первое по российскому законодательству никаких вопросов к вам не возникнет а второе это точка доступа если ваш сайт для россии для русскоязычной аудитории то расстояние влияет на скорость загрузки сайта немного но влияет скажем если ваш сайт находится физически на сервере где-нибудь в сша то пользователи из россии будут немного дольше ждать загрузку сайта нежели если сайт будет расположен тоже в россии то есть вот такие здесь есть важные моменты хостинг бигет который сейчас перед вами открыт я давно за ним наблюдаю в голове так всегда держал галочку если что то скорее всего свои сайты я перенесу на этот хостинг потому что это быстрые сервера хорошая техподдержка надежный хороший недорогой хостинг 30 дней бесплатно то есть либо новый сайт вы создаете либо вы переносите сайт со сва с вашего старого хостинга 30 дней будете пользоваться хостингом бесплатно ссылочку на данный хостинг если вы смотрите видео с youtube или из других источников я всегда оставляю в описании под видео либо на сайте федоровасильев.com совсем недавно я столкнулся ситуации что просто я зашел на свои сайты это федоровасильев.com сейчас который перед вами и услуга по созданию сайтов они эти сайты мы были уже недоступны мне пришлось срочном порядке переезжать на хостинг и так как я уже точно знал так сказать план б у меня был заготовлен на какой хостинг я перенесу свои сайты я не долго думая просто занялся этим и перенес все свои сайты уже теперь мой сайт находится на бегете сервера находится в россии как я и говорил а именно расположение физическое санкт-петербурге возвращаясь к вопросу даже если сейчас ваши сайты работают и если они находятся где-то за границей это не значит что они продолжат работать завтра поэтому лучше позаботиться об этом заранее чтобы ваши сайты всегда были доступны у хостинга бегет крайне удобная панель управления сайтами упрощена так все выглядит но все на месте все здесь есть сейчас я вам покажу как пользоваться панелью мы сейчас произведем регистрацию на данном хостинге также здесь есть возможность как и на любом другом хостинге регистрировать домены ну что я никогда не рекомендовал бы то есть в одном месте покупать и домены хостинг домен лучше покупать на сервисе regru потому что случись чего всегда проще перенести сайт но если еще и переносите домен то тут возможно будут проблемы и либо это затянется по времени надолго поэтому домен всегда в одном месте сайт на хостинге всегда то есть надо это разделять и так давайте произведем быструю регистрацию здесь вот будет такая кнопочка у них регистрация нажимаем регистрацию регистрация здесь очень простая подтверждение через мобильный телефон можно зарегистрироваться как физическое также как и юридическое лицо слева вы можете видеть тариф хостинга зависимости от того какой вы сайт если у вас новый сайт то выбирайте самый дешевый тарифный план хостинга ниже на сайте вы можете ознакомиться с ценами но вы можете сейчас на этом даже не заморачиваться при регистрации хостинга 30 дней сразу вам дают бесплатно и уже в панели хостинга я сейчас вам покажу как вы можете внутри хостинг очень быстро самостоятельно менять тарифный план Естественно, от этого будет зависеть цена, потому что чем больше тарифный план, тем больше возможностей. Вот вы видите 5 сайтов, 10 сайтов. От этого зависит и мощность железа, на котором располагаются сайты, и другие полезные возможности. Также есть и бесплатная возможность установить бесплатного SSL сертификата. То есть вы можете либо сейчас указать тарифный план, просто выбрав его здесь. Вот его название, сейчас я его выбрал. 25 гигабайт я получаю, возможность до 10 сайтов, нагрузка на центральный процессор. Либо тариф блок, то есть уже 4 гигабайта, либо это внутри в админке сайта вы сможете поменять. Вот здесь написано 30 дней бесплатно. То есть вот это абсолютно сейчас неважное действие. Пишем имя, фамилию, телефон и email. Обязательно укажите рабочий телефон, на него придет смс для подтверждения аккаунта. Также здесь еще можно указать логин. Нажав вот на эту ссылку, откроется окно, куда можно ввести свой логин. Ну или скорее всего система выдаст вам какой-то свой, если мы сюда задавать ничего не будем. Я нажимаю регистрация. Вот сейчас нам говорится, что надо ввести код. Вот как раз сейчас пришла у меня смс, я ввожу код сюда. Итак, код я ввел. Автоматически меня перебрасывает, если вы код ввели правильно, уже в панель хостинга. Регистрация прошла. Здесь вы можете видеть логин автоматически. Система вам дала. От начала имени почты. Соответственно на почту, на вашу тоже скорее всего ушла вся информация. То есть это пароль, логин от вот этой панели хостинга. Баланс 0. Если у вас будут какие-то вопросы технические, вот здесь вот вы переходите в поддержку. Просто задаете свой вопрос. Нажимаете отправить. Вам, то есть открываете тикет в системе. И вам достаточно быстро техподдержка отвечает. Через истечение 30 дней, вот здесь вот у вас будет вот такая панель. Как я и говорил, хостинг менять легко. Вот отсюда видите, тарифный план хостинга. Старт. Сюда просто переходите. Вот просто меняете блок и нажимаете изменить тариф. От этого конечно будет зависеть цена. То есть вот слева направо, чем дальше, тем больше будет цена. И сразу я рекомендую оплачивать за год, потому что будет скидка. Ниже цены вы все можете видеть. Причем, что мне здесь понравилось. Вы можете увеличить мощность тарифного вашего выборного плана, если вдруг станет мощности не хватать. То есть скажем, ваш сайт вырос, посещаемость вашего сайта выросла. Одновременное воздействие на ваш сайт большого количества людей в онлайне. То есть это просмотр видео с вашего сайта, оставление там комментариев и другие вот эти действия. Скажем, несколько тысяч человек в одно и то же время сейчас находятся на сайте и производят какие-то действия. Это вызывает нагрузку на хостинг. И вам хостинг об этом скажет. Во-первых, сайт начнет тормозить, и хостинг скажет, что вам пора переехать. И если вы используете уже тариф максимальный, вот этот, например, не считая VIP-хостинга, то есть это еще более мощная мощность, где здесь еще внутри самого VIP-хостинга можно выбрать максимальный тариф мега. От этого, конечно, цена уже там достаточно высокая. Но это уже крупные сайты, прям с высокой посещаемостью. Например, вот этот тариф, и он уже у вас, его не хватает. То вы можете тут просто посмотреть, например, не хватает нагрузка на процессор, скажем. То вы просто вот этот ползуночек сможете переключать. В моем случае вот здесь с этим тарифом ползунки, я не знаю, может быть, это максимальная мощность. А, ну вот, получил сейчас нагрузка на MySQL. Соответственно, двигая ползунок, я увеличу мощность своего тарифного плана хостинга. Соответственно, смотрите, ниже вы прибавляете мощность, и, естественно, цена вырастает за хостинг. То есть здесь это очень удобно. Далеко не в каждом хостинге вот так вот можно вручную, без действия администраторов хостинга, увеличить мощность всего от хостинга. Например, вот, я сейчас у меня получилось, почему-то не с первого раза у меня это получилось сделать, но сейчас получилось увеличить мощность. Это также можно сделать на самом дешевом тарифном плане. В месяц 162 рубля всего. То есть простой у вас сайт, вы только открылись, видите всего, сколько платить в месяц. И если будет не хватать, надо будет узнать, то есть куда идет нагрузка, не надо будет все ползунки. Например, вам не хватает места на диске, то вы можете только диск увеличить. За это тоже немножко цена выросла. Начали нагружать, например, сайт ваш вырос, то прибавляете вот этот ползунок. Почему-то у меня не с первого раза получается переключить этот ползунок. Можно кликнуть сюда, посмотреть информацию. То есть при регистрации, видите, галочками у меня помечено, что я выбрал старт. Например, сразу хочу вот этот тарифный план, нажимаю изменить, все. Изменение принято, галочка стоит напротив вот этого тарифного плана. Перехожу сюда на хостинг, вижу название тарифного плана. Дата блокировки, то есть вот как раз-таки мне хватит на месяц. Сейчас 30 дней бесплатно, то есть уже хостинг работает, я могу сюда уже загружать сайты. И вот на этом этапе, например, у вас еще нет домена. Вы не придумали домен, не зарегистрировали, но уже хотите сюда загрузить движок сайта, чтобы потестировать. Вы можете перейти вот сюда, вот сайты, и увидеть технический домен. То есть прямо на этот домен вы можете выгрузить сайт, и временно вот на этом домене у вас будет всегда сайт. Вы можете здесь разрабатывать сайт. Потом в любой момент вы можете либо направить созданный новый домен, красивый домен на этот сайт, либо просто перенести папку с сайтом на новый домен. То есть сайт вы можете загрузить, вот файловый менеджер, у вас в новой вкладке браузера. Откроется удобный менеджер, где вы сможете просто загрузить сюда сайт. Вот технический домен. Раскроете папку, у вас, соответственно, свой домен. Сайт должен всегда лежать в папке publish.html, как правило. То есть вы откроете эту папку. Здесь будут два системных вот этих файла. Их можно просто выделить. Правой кнопкой мыши удалить. Здесь они вам не нужны. Здесь должна быть пустая папка. И сюда вы можете выгрузить движок любой сайта. WordPress, это Joomla или любой другой. Просто нажимаете загрузить. Если у вас движок сайта залит на компьютер, то с компьютера сюда загружаете, распаковываете. Сейчас я в этом видео не буду подробно рассказывать, как выгрузить, развернуть здесь новый сайт. Напишите в комментариях под этим видео, что вам интересно узнать про этот хостинг еще. Если я увижу, что интерес есть, то я запишу дополнительные уроки, как сюда загрузить сайт, как подвязать сюда домен. Если я перейду сюда в домены, если вы будете самостоятельно действовать, сюда добавляется домен. Например, на Regru домен вы зарегистрировали. Вот здесь его прописали, нажали добавить домен. Но не забудьте, если у вас домен на Regru, то надо будет прописать DNS сервера на стране Regru для вашего домена. И надо указать, будет 4 DNS зоны. На Regru это делается. Вот 4 штуки. Если вы не знаете, как это делать и хотите, чтобы я об этом рассказал, напишите в комментариях, что вам нужен этот материал. Тогда я запишу еще дополнительные уроки, как сюда подвязать домен к этому хостингу. И другие какие-то полезные вещи, которые вам будет полезно знать. Например, как подвязать хоть 5 разных доменов к одному сайту. То есть разные 5 доменов, разные 5 адресов будут ввести на один лишь сайт. Здесь это в этом хостинге сделать очень легко. Если такая нужда у вас есть, это можно здесь сделать. Соответственно, как 30 дней будет подходить к концу и вам надо будет оплачивать хостинг. Вам на почту, скорее всего, придет от Bigget уведомление, что пора платить. Или вы можете раньше сделать оплату. Сейчас нестабильная ситуация, цены могут резко вырасти и на хостинг. Поэтому не тяните с этим тоже, я считаю. И можно оплатить, перейти вот сюда и сразу оплатить хостинг. Смотрите, кликаем на тарифный наш план. Цена в месяц, в моем случае, 325 рублей. На самом деле чуть больше, это при наличии, что вы плачете за год, вот эту сумму, тогда за месяц выйдет столько. Если платить помесячно, будет чуть дороже. И как сразу, например, если хотите оплатить хостинг, то кликайте сюда на хостинг. Вот видите, 30 дней. Нажимаете прямо сюда. Здесь есть предупреждение, что в некоторых случаях оплата может не пройти. И вот сейчас какие доступны способы оплаты. Банковская карта нажимаете. Выбираете здесь период. Можно сразу на 2 года, либо сразу на год. Вот такая, в моем случае, цена. Если платить за месяц, можно за 2 месяца, то 430 рублей. Нажимаете оплатить, и дальше вас перебросит, куда вы ведете свои данные карты, и нажмете оплатить. И оплата автоматически произойдет за услуги хостинга. Для тех, кто не хочет заморачиваться, но этот способ лично я не люблю. Я люблю делать все сам. Но для многих людей будет просто. Перейдете за CMS. Дальше выберете бесплатный. WordPress, Joomla, Drupal, любые другие CMS. Можно автоматически сразу отсюда, из хостинга, установить, например, WordPress на хостинг. Вот об этом тоже, если интересно, чтобы я об этом рассказал, напишите в комментариях. Хотите ли вы, чтобы я сделал дополнительный урок про автоматическую установку Joomla WordPress с этой панели, либо, как я больше всего считаю правильным, перенести, скачать WordPress или Joomla с официального сайта, развернуть ее на хостинге и другие уроки. На этом видео я заканчиваю. Надеюсь, оно для вас было полезным. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok